Всем привет! Сегодня я буду рассказывать вам про наш новый стульчик, который мы не так давно приобрели. Дело в том, что малышка уже совсем выросла из кокона, а мы очень любим брать ее с собой на кухоньку, например, завтракаем, обедаем или ужинаем, чтобы она могла с нами проводить время. Для этого мы это все делали в ортопедическом коконе, но сейчас нам уже три месяца, и она стала большой, очень много ворочается в разные стороны, зафиксировать ее как-то ремнем там получается неудобно, ноги, руки, в общем, все вылезает, поэтому мы решили взять стульчик от нуля лет. В нашем случае это у нас стульчик Берни Басик. Как вы видите, здесь идет вот такая вот тканевая обивка, если можно так назвать. Чехол тканевый, конечно же, снимается. Он идет из двух составляющих. Первая это вот такая вот коричневая, да, основная составляющая, и вторая это вот такая вот еще одна подложка уже в другой расцветке. Чехол сменяется, снимается, я его уже стирала в стиральной машинке, вот, ничего с ним не произошло, в принципе, он никак не деформировался, все с ним благополучно. Так, вот, здесь также есть ремни фиксации, сейчас я их вот максимально задрала, да, они максимально близко находятся к стульчику. Снимаются они вот таким вот образом с помощью нажатия, и также просто, в принципе, заставляются, защелкиваются. То есть они специально нужны, чтобы малыш никуда не делся. Здесь даже есть вот такая вот пометка предостережения, что вам нужно обязательно ребенка фиксировать ремням безопасности, потому что дети становятся очень проворными с возрастом, им хочется сюда куда-то лезть, и поэтому они могут, разумеется, пострадать, если они упадут с этого стульчика. Также здесь есть вот такая вот доска, на которой предполагается, что будет у вас располагаться тарелочка с едой, с прикормом. Она состоит из двух частей, тоже это основная часть, и есть вот такая же снимаемая подложка, которую можно снять легко, помыть, допустим, прямо в раковине у нас она умещается, и потом поставить на место. Также здесь есть фиксатор для стаканчика. Вот, то есть доска очень удобная, все это можно протирать, также ее саму тоже можно снять отсюда. Сейчас нам придется заглянуть под низ. Как вы видите, здесь есть вот такая вот ручка, ее вот так вот просто нажимаете, и у нас легким движением руки все снимается. Если обратить внимание вот здесь вот на подлокотнике, то можно заметить, что здесь есть три вот таких вот отверстия для штырьков. Вот здесь вот есть вот эти вот штырьки, видите, когда я нажимаю на ручку, они у нас пропадают и появляются. С помощью них вы можете фиксировать поднос в том положении, которое удобно именно для вас. Вот сейчас я зафиксировала на последнем, да, то есть можно его подвинуть, допустим, вот на таком положении зафиксировать. И то есть здесь уже будет больше пространства для ребенка. То есть в зависимости от возраста или от вашего удобства вы можете перемещать этот поднос. Вот, снимается поднос очень легко, как я уже показывала ранее. А мы сейчас перейдем к следующим элементам стульчика. Во-первых, это вот такая вот есть подножка, которая тоже может находиться в самых разных положениях. То есть вы ее можете зафиксировать вот так, если ребеночек будет здесь с согнутыми ножками. Поставить ее повыше, да, для разных положений. И самая высокая, вот такая вот прямая подложка, она наиболее удобна в том случае, если вы будете держать ребеночка лежа, то есть первые месяцы жизни. Как я уже говорила, стульчик идет от нуля до трех лет, но почему-то в инструкции я увидела, что от шести месяцев желательно его использовать. Хотя в интернете, в принципе, все пользуются от нуля. Обязательно напишите в комментариях, если у вас есть такой стульчик или другой стульчик от нуля до трех лет, с какого возраста вы начали его использовать. Потому что вот эти вот моменты, которые я увидела в инструкции, они меня озадачили несколько. Сейчас покажем, как меняется положение спинки. Как раз таки спинка, это основной такой момент, у нее есть тоже три положения. И это, собственно, и помогает использовать этот стульчик в разных возрастах ребенка. Здесь есть вот такая вот ручка. Такие ручки часто похожего формата можно видеть на прогулочных детских колясках. Тут, в принципе, принцип такой же. Мы ее зажимаем, и вот это максимальный наклон, да, то есть самое первое положение для самого раннего возраста, где ребеночек практически лежа находится на стульчике. Следующее положение, вот после щелчка мы услышали, что стульчик зафиксировался, это чуть повыше. И последнее, которое вы видели изначально, да, полностью собранный стульчик уже для деток старшего возраста. Также сзади здесь есть вот такая вот сеточка. Я, конечно, не знаю, как ее использовать и для чего она вообще должна быть предназначена. Я считаю, что это вообще такая пустая деталь, которая, в принципе, не нужна. Ну, может быть, инструкцию сюда можно засунуть, еще что-то, газетку какую-то. Но, в принципе, я думаю, что у нас она никак использоваться не будет. Также вы можете заметить, что здесь есть разные ячейки для фиксации ремня. То есть, если ремень вы хотите расположить пониже, то можно вот эту вот штучку вынуть, да, там изнутри, и ее сюда переставить, и ремешок будет находиться пониже. Также с помощью вот этих вот штучек, видите, они легко снимаются. Вот так вот вы их убираете внутрь, и после этого вы можете снять чехлы, чтобы постирать, допустим, стульчик. Итак, вот, как вы видите, здесь вот фиксируются ремни, их легко можно снимать. Если внутрь убрать, вот это вот, я не знаю, как назвать, это фиксатор, да, если его внутрь убрать, то это поможет вам снять чехол в конечном итоге коляске. Нет, заново, это не коляска. Также сейчас мы видим вот такие вот фиксаторы ремня. Их можно опустить на уровень пониже, и тогда у вас будет совершенно другая фиксация ребенка. И также они у нас закрепляют сам ремень и закрепляют чехол на нашем стульчике. Сейчас я покажу, как снять чехол, потому что для меня это лично была такая задачка не из легких. В инструкции ничего об этом не было написано. Короче, по сути, просто вам надо открепить вот эти вот пластмассовые фиксаторы, они очень легко отходят. Внутрь их вот так вот поместить, да. Сейчас покажу, опа, все легко это открепляется. И все, у вас никакого фиксации теперь нет. Чехла, он легко снимается, вот. И здесь вот можно его посмотреть. Также вынимается вот здесь вот снизу нижний крепеж. Не знаю, сейчас у нас получится продемонстрировать снизу. Вот, видите, здесь есть такая петелька, и с помощью нее, то есть, можно выручить. Вот, и полностью все будет откреплено, плюс клепки. Это тоже последний уровень защиты. В принципе, ничего сложного, но, как бы, вот такой вот нюанс есть у комплектации этого стульчика. Итак, я поместила наш чехол на место, и сейчас мы перейдем к следующей особенности этого стульчика. Вы можете сидение не только его положение спинки, да, менять, но и также менять его высоту. Для этого здесь есть вот такие вот рычажки, на которые мы с вами можем нажать и переместить стульчик, например, вот на такое вот самое низкое положение, да, которое есть. Это будет удобно уже, когда у малыша, допустим, будет какой-нибудь свой столик, то есть, можно будет посадить в этот стульчик, и там он будет заниматься своими делами, рисовать, раскрашивать, что-то еще делать. Плюсом ко всему, с помощью уже этих рычагов вы можете потом поднять наверх. Как вы видите, здесь есть сразу несколько разъемов, то есть, уровень стульчика может быть совершенно разным, какой вам удобен. Дальше. Стульчик можно, конечно же, компактно собирать, если вы его собираетесь где-нибудь хранить, например, у вас есть большой шкаф или кладовка или еще что-то, его можно компактно собрать и убрать. Что для этого мы делаем? Ну, разумеется, переводим в самое низкое положение нашу вот эту вот подножку. Плюсом ко всему расправляем, точнее, наоборот, наверное, лучше перевести в такое положение. Сейчас мы вместе с вами будем просто экспериментировать его собирать и дальше он собирается. Ну, как конкретно, сейчас будем смотреть. Собираем ножки вот таким вот образом, нажимая на кнопку. Даже, наверное, наоборот, почему-то. Вот. Я нашла самый компактный вариант прямо вместе с вами. Вот таким вот образом складывается стульчик. Видите, он уже становится вот таким вот компактным. Его можно будет убрать в какое-то место, да, пригодное для этого, например, в шкаф или кладовку. Что у вас есть, может быть, кто-то даже сможет поставить его за дверь, за холодильник, еще куда-то, как вам удобно. В общем, таким вот образом компактным он складывается. Плюсом ко всему, вы можете заметить то, что здесь на колесах есть специальные фиксаторы для того, чтобы они не ездили. То есть, когда у вас ребенок будет находиться на стульчике сидеть, да, вам надо будет зафиксировать, чтобы стульчик никуда не ездил. Вы можете воспользоваться вот этими фиксаторами. Короче, спокойно, да. Вот так вот они защелкиваются. И все, стульчик уже статичный и никуда не едет. Это очень удобно. В принципе, я вам рассказала все про этот стул. Сейчас все поговорим обязательно о недостатках и достоинствах самого чехла на этом стульчике. Дело в том, что тканевый чехол мне показался очень классным в том плане, что его удобно снять, постирать в стиральной машинке, да, в отличие от кожзама. Его можно также использовать в летнюю погоду, в жаркие дни, потому что ребеночек здесь не будет потеть, у него не будет ничего приставать вот к этой коже, да. Очень приятное тактильное ощущение вот от контакта именно вот с такой вот тканью. Но есть и свои недостатки в этом. Если кожа сам, допустим, мы что-нибудь проливаем на него, то это все легко, можно убрать тряпочкой и дальше пользоваться стулом. Здесь же, как вы видите, вот я сегодня перед съемкой все мыла на стульчике, чтобы еночка еще могла в нем посидеть. И нечаянно вот у меня вода вот здесь вот осталась. Как бы это пятно, конечно, ничего страшного, это же просто вода, она высохнет скоро. Но уже как бы ребенку будет неприятно сидеть, поэтому чехол придется снимать, отправлять его в стирку. Если это еще будет пюрешка или что-то там такое уже, да, с загрязнением, то взять его надо будет отправлять в стирку. Надо бы уже пользоваться стульчиком, будет неудобно в этом случае. Если бы это был кожзам, можно было все стереть. Но в то же время вот такой вот стульчик, он не потрескается, с тканью ничего не случится, да. Она в этом плане очень удобна, очень удобна в обиходе. Поэтому как бы есть свои плюсы, свои минусы. Буду смотреть, как по эксплуатации этот стульчик будет себя вести. И на самом деле будет ли у меня много проблем, да, с появлением пятен или чего-то такого подобного. И вообще до какого возраста мы его использовать будем. Потому что я знаю, что некоторые вот в ближайшем положении деткам нравится сидеть в этом стульчике. Потом, допустим, не нравится, люди переходят на более простые варианты, типа икейского стульчика или еще на что-то такое. Вот мне очень интересно, как именно у нас пользование будет, понравится ли он Юник, будет ли она в нем сидеть. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что со временем я буду снимать обзоры на этот стульчик и позже в разных возрастах дочки, как она на нем будет сидеть. Обязательно у меня будут какие-то влоги, то есть вы его увидите, увидите, пользуемся мы им или нет. Если вы тоже приобрели такой стульчик или у вас какая-то другая модель, обязательно оставьте свои отзывы в комментариях. Думаю, другим девочкам тоже будет полезно посмотреть и про другие варианты стульчиков. Поэтому обязательно делитесь своим мнением. В целом, мне пока эта модель очень нравится. Посмотрим, как он будет вести себя в эксплуатации. Всем спасибо, пока. С вас лайк, комментарий, с меня хорошее настроение для вас.